такую диодную ленту планирую использовать для подсветки сектор из трех диодов раз идеально помещается в то место где должны быть диоды подсветки такой демостенд спаял быстренько небольшой подключил три диода той обратной стороны и проверю не переградят ли они чтобы понимать вообще не перегреются ли они не деградирует раньше времени в общем оставляю на час на полтора и посмотрю не перестанут ли они работать если перестанут работать значит что нужно будет другое думать если не перегреются и будут работать то замечательно проверяю на белом свете потому что везде планирую использовать именно rgb диоды а белый свет это означает что все три компоненты включена до времена значит максимальный нагрев установлена и подключена подсветка самодельная на светодиодной ленте для крепежа полетного контроллера напечатал такую вот рамку из пластика идем просто вклею штатное посадочное место так вот и крепить получается буду просто вот так вот сверху вот такими болтиками прямо в тело этой рамки одновременно будет работать вибро развязка и в то же время уберу верхнюю и нижнюю пластины этим самым облегчится полетный контроллер и также крепление будет надежное ничего не отвалится ничего не отклеится и также проверил сам пластины деревянная чувствуется что люфтит маленько вылезет не вклеена на путем узнал я об этом в ролике юлиана про сборку этого самолета вот поэтому я сейчас тоже его эту пластину проклею цена этим короче говоря супер клеем пролью вот здесь чтобы эта пластина не звенела и была вклеена жестко чтобы не передавались паразитные вибрации на полетный контроллер готова видно как блестит клей теперь эта пластина будет закреплена жестко далее что я хочу сделать это я хочу избавиться от этих магнитов объясняю почему дело в том что магниты имеются вот здесь и вот здесь а я же хочу компас закрепить где-то вот в этом месте и я предполагаю что этот магниты будут плохо на него влиять от этих магнитов я не хочу избавляться поэтому я думаю избавиться от этих магнитов и сместить компас маленько назад готова избавился следующим образом аккуратно подрезал ее изнутри ты вытащил и выдавил отсюда на магнитике то же самое проделаю и с крышкой а это сейчас деревяшку посажу обратно на клей и и вообще эта крышка садится довольно таки плотно я думаю магниты и не понадобится ну если будет неплотно закрываться то я думаю накинуть болтики это дело посажу готова крышка фиксируется за счет трения довольно таки неплохо я думаю никуда она не денется может таки один какой-то крепеж я предусмотрю и так вот так я закрепил gps разная высота вот этих вот нейлоновых стоечек для того чтобы модуль gps компас был более параллелен полетному контроллеру то есть сама эта площадка на маленьком под углом получается расположена и если стоечки будут одинаковые то gps будет с компасом вот по таким углом поскольку в идеале компас должен быть параллелен полетному контроллеру то я вот так вот я думаю если будет большая кривизна то будут большие все ты и если они будут то я высоту смогу еще дополнительно отрегулировать так почти ко всему что у меня имеется я подпаял интерфейсные провода в данном случае держу проводок который подключается будет подключаться к видеопередатчиком я также заложил кабель подпаялся к пятому юарту для того чтобы когда все-таки допилят функцию смарт-аудио использовать ее для управления передатчиком к восьмому серовыходу я подпаялся также проводком и заложил его сюда для того чтобы управлять включением отключением курсовой камеры ну и также два проводочка идет если что я их перенаправлю на какой-нибудь другой юарт для управления курсовой камерой если тоже эту функцию завезут в арту пайлот приемник r9 slim плюс от и а прошит прошивкой и сести верно с поддержкой f-портом важный модуль прошивать именно прошивкой от r9 slim плюс от и первый раз его прошел версия прошивки без окончания от ей и приемник у меня не работал корректно то есть при включении сыгрался красненький светодиод и все не биндился он и не работал высоки опросил нужной версией прошивки корректной версии прошивки то он стал работать безупречно подключен он получается я взял сигнал с инвертированного выхода и подключил напрямую на tx2 использую протокол f-порт для минимизации кабелей идущих по этому контроллеру то и просто более удобное подключение но кабель у который идет пину с порт я все-таки оставил вдруг придется прошивать этот приемник так что еще распаял два провода для включения моторов моторы подключены раздельно как видно один мотор к первому выходу вторым и только второму выходу для того чтобы ордопилот мог управлять разные разнотягом этих моторов gps с компасом подключен к шине айту си 2 соку под атошит у туда нужно подключать и к третьему я арту подключен gps получается у меня еще нету датчика воздушной скорости ну потом пока его не подключаем когда появится у меня тогда его подключим и так на этом пока пожалуй все как буду управлять светодиодами я пока еще не решил думаю будет просто статичная подсветка постоянно включена не будут может быть какой-то блок докуплю до для их управы для управления этими диодами может быть сам что-то на arduino сделаю не знаю не решил пока еще скорее всего пока что просто подключу через преобразователь потому что 4s аккумулятор будет стоять а им нужно 12 вольт этим светодиодом просто подключу их через преобразователь и запитаю пускай горят постоянно на этом в принципе по сборке все осталось его установить этот полетный контроллер с этой кучей проводов закрепить установить камеру курсовую и закрепить передатчик gps я уже закрепил в эту верхнюю крышку пока я не установил полетный контроллер самолет я так же как и в случае с razier star f405 wing nano хочу откалибровать его актерометр делаю я на этом же кубики из лего предварительно я в параметрах в mission planner установил hrs orientation rotation и 180 поскольку я планирую его поставить задом наперед то есть это мне будет нос а это вот хвост всего по яву развернул на 180 градусов провел небольшой кабел менеджмент и уложил все провода в такой вот такие вот органайзера чтобы более-менее прилично все это выглядело и сильно не трепыхалась чтобы не создавала лишние вибрации потом думаю все таки поставить здесь разъемчики хоть я крылья не планирую отсоединять но думаю таки поставить разъемы и избавиться от дублирующих проводов то есть провести по одной земле и по одному питающему кабелю 5 вольтовому на сервоприводы вместо двух что сократит количество проводов и более опрятно более красиво получится и более удобно для обслуживания видео передачи думаю пока закреплю здесь на первое время пока не обзаведусь более приличным как планировал крепить gps так его и закрепил и за что крышка все-таки довольно таки не плотно фиксируется я посчитал что она плотнее будет фиксироваться но нет надо будет придумать какой-то какое-то средство фиксации потому что он болтается детики ставить не хочу потому что сто процентов на компасы повлияют хотя с другой стороны возможно вот сюда магнитик можно будет прикрепить подключу сейчас наверно полетный контроллер и проверю будет ли влиять магнит вот здесь на показания компаса если не будет то вклеивать сюда я думаю на одном магните будет нормально держаться поскольку сам компас находится вот здесь расстояние сантиметров 10 я думаю может быть его хватит хотя с другой стороны тут металлические элементы они могут намагничиваться и передавать магнетизм компасу в общем все сложно проверка влияние магнитиков этих защелок на компас так я запустил mission planner и открыто статус и кф системы которые анализируют датчики если подношу магнитик сюда компас зашкаливает значит что магнитик в этой части очень сильно на него влияет теперь его подношу к этой части видно что на компас он никак не влияет таким образом я могу сделать вывод что я могу спокойно этот магнитик сюда закрепить и никак негативно не повлияет вклеил обратно эти два магнитика теперь крышка будет закрываться четко камера расположилась в носу самолета надеюсь не разобью и в первый же полет камера кадекс baby turtle длинные шлейфа и и в принципе хватило чтобы тут рекордер поместился думаю кое-нибудь напечатаю думаю он напечатаю кронштейн для его крепежа здесь чтобы этого зафиксировать антенны приемника временно решил закрепить таким образом знаю что вот это крепление сейчас никуда не годится потому что там провода к видеопередатчику но думаю эта антенна вытянет в любом случае первые полеты далеко летать не буду я думаю все нормально пройдет а